Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписываются, оставляют свои комментарии, ставят лайки. Приехали дорогие гости, догладывать хозяйские кости. Севка с порога хуже собаки, накинулся на собак хамло. У сытников собаки намного воспитаннее, чем сявка. Идите отсюда. Мешают ему, все мешают. Ну какой же он ненавистник всего, всего живого, да и вообще в принципе. Ненависть – это его второе имя. Цапнули бы они его один раз как следует, чтобы в следующий раз неповадно было. В коридор вышла Ольга Леонтина, с ней поздоровался, прошел на кухню и вручил Свете букет цветов. Это тебе, Света, за мужа. Кто кого родил? У подломяна все не слава богу. Я понимаю, когда дарят родителям именинника. Но чтобы дарили жене именинника – это что-то новенькое. Потом Самвел объяснил, что Ольге Леонтий в ней букет тоже будет. Его привезет Коля. Он его лично об этом попросил. Я не знаю, в чем проблема по пути заехать в цветочный магазин, коих на каждом углу натыкано невероятное множество. И купить сразу столько букетов, сколько требуется, и вручить. А то один будет покупать Коля, другой букет купил Самвел. Из чувства уважения к старшим людям можно было бы подарить вначале букет Ольге Леонтийне. А тот букет, который привезет Коля, дарили бы Свете. Хоть сейчас, хоть завтра, хоть через неделю. Света готовит салат и спрашивает из Самвела. Хочу добавить сюда консервированную кукурузу. Маме можно ее? Света задает глупейшие вопросы. Когда ТВ попадает на игрень, она моментально излечивается от всех болезней. И тогда ей можно все жрать, пить, говорить. У нее наступает игреньская неприкосновенность. Только что перед выходом из дома Самвел ей говорил, чтобы она держала себя в руках и не жрала все подряд. Сейчас сладкую кукурузу он уже дает на нее добро. Ну, значит, такая больная, если можно. Когда человеку нельзя что-то по показаниям врачей есть, то они этого и не делают. Ни дома, ни в гостях, ни где-нибудь на Луне. Так они и у врачей не были. Как захотели, так и порешали сами для себя. А где пани Таня? Пока вылезет из машины. Пока дойдет до дома, и кунька отвалится, и памперс не спасет. Ах, вот она, вползла уже. Стоит в коридоре с Ольгой Леонтьевной. Я не слышала, чтобы она выражала соболезнования по поводу преждевременной кончины сына Ольги Леонтьевны. Хотя об этом упоминалось. Но я отчетливо слышала, как она произнесла. Из маленьких ягняток шили. Когда она уже заткнет свою пасть про этих маленьких ягняток? Честно, уже надоело слышать. С таким упоением она говорит о том, что для нее вонючки были убиты маленькие ягнятки. Смотри, Андрюха, говорит Самвел, как мама нарядилась, чтобы тебя удивить. ТВ-шка нужна Андрею, как телеге «Пятое колесо». Андрей не удивила ни шапка, ни платье, ни шубка, которую так хова-лихо распахнула ТВ-шка. Он был в шоке от того, что она не надела колготки. Может быть, она ждет, чтобы ей подарили их. Ей понравилось. В прошлый раз она приезжала к ним домой, и Света ей отдала новые розовенькие носочки. А вдруг и в этот раз получится, и ей подарят колготочки. А потом она будет искать крайних. Почему у нее бок болит, спина болит, где она могла простудиться, знать не знаю, ведать не ведаю. Да на тебе пахать надо! С голыми ногами лазит в декабре месяце, и ей хоть бы хны. Самвел не столько помогает Свете накрывать на стол, сколько сует свой поганый нос в то, что она приготовила. На столе стоит салат из свеклы. И опять ему не нравится, что в нем присутствует слишком много жидкости. Даже зум включил, чтобы зрители рассмотрели. А если кто-то смотрит невнимательно, Самвел специально сделал на этом акцент. Зафиксируйте, пожалуйста, это у себя. Какая Света херовая хозяйка. А он, он-то молодец. У него таких обложностей не случается. Только я не могу понять одного. Если все так смешно и плохо, какого черта он со своей анчуткой лезет в этот дом? Вез бы ее к себе в квартиру, готовил так, как считает нужным, и угощал бы ее там. К себе он ее не зовет, зато к сытникам тащит постоянно. Света зашла на кухню, и Самвел у нее спрашивает. Хотя уже собрался уходить. И не лень же было вернуться снова к столу, схватить ложку и показывать Свете, что выделился сок. Спрашивает у нее. Андрей сказал, что ты туда воду добавила. Вот пес брехливый. Я говорила уже об этом в сегодняшнем обзоре. Как он любит врать и придумывать на ходу. Ему же ни одному слову верить нельзя. Андрей говорит, я сказала тебе, что Света добавила масло. Если этот салат нормально перемешать, то столько жидкости не будет. Он будет сочным. Но если ему так не нравится, пусть не жрет. Они готовят для себя, для своей семьи. Ну какой покастливый недомужик. Ходит и у Светы со стола грязными руками куски таскает невдалюга. Света, давай через друшлаг оценим салат. Водой можно промыть. Мастер-шеф. Пусть не очень-то себя превозносит. Зрители, которые смотрят его достаточно долго, прекрасно помнят его окрошку на Кока-Колле. Света хотела переложить салат после того, как стекла из него лишняя жидкость, посуду побольше. Севка специально выбрал поменьше. Сов будет продолжать отделяться. Все это побежит на стол. С такими свиньями свеклу вообще лучше не готовить. Заляпать всю скатерть или кормить их только на полу вместе с собаками. Пока приехал Коля, свекла уже сделала свое черное дело. Самвел прекрасно знал, что он делает и что это произойдет. Света стала говорить, что это Самвел убедил ее положить салат в такую посудку. А тот отбрехался, сказал, ну ты же хозяйка, ты должна была понимать, что это произойдет. Делал специально. Начал людям портить праздник, выставлять сытников в глупом свете. Я поражаюсь. Но Света не могла не знать, что это произойдет. И все равно промолчала, либо в самом деле не знала. Так им и надо ним тырям. Пусть молчат дальше. Я понимаю, что они люди недалекие, но с его стороны это было свинством сделать вот такое. Вот поэтому с Севкой никто и не хочет дружить, кроме этой недалекого ума семьи, которые просто молчат. Им такое ощущение, что все равно, как амебы, как водоросли какие-то, безинициативные, не могут за себя постоять, не могут ответить ему как следует. ТВ-шка заперлась на кухню, прям в сапогах. Ну, до чего же мерзкие гости? Почему же вы не надели колготки? Они долго одеваются. У нее был целый день для того, чтобы подготовиться к этому вечеру. И ей не хватило дня, чтобы натянуть их к нужному часу на себя. Света говорит, я вам сейчас подарю колготки. У меня есть. Вот за этим она и ехала, чтобы ей халявщицы подарили колготки. Света, а что мелочиться? Вы шубу подарите, какая понравится ей. Она перешвет ее под себя. Че только колготки дарить, выслуживаться? До конца не разделась. Шапку не сняла, шарф не сняла. Заперлась с этой клюкой. По дому себя бегает. Без нее прекрасно. Тут вцепилась в эту палку, будто ее кто-то отбирает. Нельзя было нормально привести себя в порядок в коридоре и зайти на кухню в надлежащем виде. Не пустила бы в уличные обуви на кухню человека. Не умеет раздеваться и раздуваться, пусть сидит дома. И там устраивает свои порядки. Приехал Коля, привез букет. Самвел вручил его Ольге Леонтьевне. Вручил букет и ТВшке. За Эдика. Сидит, лохмотущая. Расческу даже не удосужилась взять. С шапкой, как была вся распатланная, так и сидела за столом. Лохудра-лохудрой. Схватила телефон. У людей суета какая-то праздничная. Они занимаются своими делами. Они накрывают на стол. Они встречают гостей. Она быстренько набрала Эдика и сует Андрею. На, поздравь его. Ну, Андрей взял. Ладно, что там. Ему несложно это сделать. Они вообще такие еще. Память у них, как у рыбки. Туда-сюда проплыли по аквариуму. И уже оба надо. В новом месте, где мы оказались. Говорит, а что, у Эдика тоже в этом мой же день рождения тоже? Ну, надо же. Он даже не помнит, что это случается с ним каждый год. И он каждый год практически поздравляет Эдика. Севка, как услышал, что мать позвонила брату, у него аж зуд начался. Надо, чтобы человек сам захотел поздравить, а не навязывать ему свои желания. Да что вы говорите, а? А сам-то привык навязываться к людям. Если бы сытники могли честно и прямо сказать, что вы в этом доме нежеланные гости и вам тут официально не рады, я думаю, что Севка с мамашкой были бы сильно этому удивлены. А я думаю, что так оно и есть. Никто им не рад. Просто люди такие молчат. Молчат и молчат. Все, сказал Севка с чувством выполненного долга. Гадости он наделал столько, насколько хватило его извращенного ума. Напаскудил, где только мог напаскудить. Сказал, я тут гость. Вот надо было сразу, изначально, как только переступил порог этого дома, вести себя как гость. А натворил столько дел, столько дел. Бестыжая морда, скатерть вся заляпанная. Просто прикрыли его другим блюдом, и все, и люди остались сидеть, естественно, за тем, что Севка им уже устроил. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!